Ребята, света нет опять. Сидим, как при царе горохе, при двух свечах, причём ароматических. Мне от них уже становится дурно. Попиваем чаёк и щелкаем семечки. Больше ни на что мы не способны в данной ситуации. Не зря говорится, близкие люди нужны, чтобы вечерами на кухне вместе ненавидеть работу, учёбу, ситуацию в стране и всяких уродов. Вот мы сейчас этим занимаемся. Открыли с папой пачку семечек свеженькую, девчонки-мальчишки. Но как-то без света тяжело. Да ещё вдобавок мигает паразит. Господи, хоть бы не полетели все электроприборы, особенно холодильники, морозилки. Где-то ж у меня девчонки без обмана. Целая упаковка, наверное, штук 50, да, 50 штук свечек. Обычных свечей парафиновых. Где я их делаю, не знаю. Ой, а это какие-то ароматические. От них уже задыхаюсь уже. Ну, буду ждать, пока дадут свет. Иди, Витя, иди. И свечка потухла. Я как дыхала. Вот, в эпоху коронавируса, ребята, как мы живём. И глаза даже не блестят. Ничего не видно. Сейчас возьму вторую. Я ещё в патче. Девчонки, я ж крутая. Анфиса. О, глаза блестятся. Смех, смехом. А куда деваться? Терпи косой, у стены не стой. Вот, девчонки, это вообще кошмар. А люди говорят коронавирус. Тут он вирус в головах, как говорил Булгаков. Ветер ветром, а вирус в головах. Раньше была разруха в головах. Но Булгаков не мог предположить, что такое может быть в России. Друзья, ну что вам рассказать? Сидим, как печерицы. Ой, невозможная картина. Но главное, я боюсь того, что мигает. Вот так бывает, мигнёт. У нас так было в соседнем селе. У людей погорели и холодильники, и телевизоры. И никто ничего не кукарекал, не возместил. У кого такое бывает, друзья мои, пишите. В городах, наверное, вряд ли. А в сёлах никто никому не нужен. Вот сегодня с 11 утра до самой ночи возились. Что-то там делали, делали, сделали. Я хоть успела постирать. Включили. А два часа помыться ещё успели. Всё. Дальше. Даже телефон этот зарядился, на который снимаю. А второй нет. Не знаю, кто виноват. И что делать? Чернышевский, ответь. Вопрос не решён до сих пор. Ой, ребята, ребята. Мы в шоколаде. Надолго ли? И телевизор тут же. Главное, вести, что надо посмотреть. Дай мне пульт. Решили раз вести посмотреть. А в итоге министр просвещения, что там выступает, а Таня прослушала. Ладно, друзья мои, приятели. Будем слушать великих людей не от мира сего. Хоть дали свет, слава Богу. Всем пока. Заходите к нам на свечку, не на гонюк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok